Я бы хотела себе... Я хочу, чтобы как дома было. Я мечтаю. Я хочу, чтобы вас уйдет. Я мечтаю. Спасибо вам большое. Мечты сбываются. Большое-большое спасибо. Я верю, что мечты сбываются. Жизнь была бы сказкой, если бы все люди помнили о чуде. Поется в одной знаменитой песне. Но, к сожалению, для многих из нас сказка уходит вместе с детством. В ворохе житейских проблем, в погоне за современными технологиями и желанием все успеть, мы порой не успеваем радоваться мелочам и ценить прекрасное. Так не пуская в свои дома волшебство. А ведь все на самом деле просто. Радость материнства, чудо рождения, любовь и забота – это и есть сказка, которую мы создаем сами. И умея наслаждаться мгновениями, мы можем пустить в свои дома волшебство. Если у вас уже это получается, попробуйте пойти дальше и совершить чудо для того, у которого его не было с детства. В светлый музыкальный зал в окружении зеркал в ярком сценическом костюме кружится девочка. В ритме танца и в зажигательных па сейчас мы видим счастливого, позитивного и талантливого ребенка, который заслуживает быть услышанным для того, чтобы понять, кого теряют те, кто бездушно закрывает перед ними дверь отчего дома, лишая себя возможности любить и гордиться своим чадом. Родители не выбирают, а вот детей... Маме было тяжело справляться с нами. Трудно было. Ну, ее не брали на работу. И вот поэтому денег не было, и справляться с нами тоже тяжело было. И настроя было тем более. Откровенно начав диалог, Оружан сразу назвала причиной лишения прав матери на детей. К итогу, который звучит в каждой программе, женщина была не готова. В ее представлении постоянные загулы и беспорядочный образ жизни был нормальным для воспитания трех дочерей. И то, что те вынуждены оставались дома одни на долгое время, ее не смущало. Мы когда одни оставались, мы хотели кушать. Мы не знали, голодные сильно были. На тот момент нашей героине было шесть лет. Две ненамного старшие сестры, как могли, справлялись с хозяйством. Неумело, по-детски они старались приготовить, из чего было себе обед, прибрать в доме. Естественно, что в условиях частного неухоженного дома случались неприятности. То с утоплением, то с водой. Но самым страшным в довесок к бытовым сложностям было полное безразличие матери. Как будто из дома вместе с ней уходили любовь, забота и внимание. И если женщина возвращалась, то чувства навсегда оставались за порогом. Она не могла за нами проследить и отдавала другим соседям. Соседи за нами следили, но я это помню. Долго наблюдать за беспределом, который происходил в семье Оружан, соседи не смогли. Именно они и сообщили в компетентные органы. При этом также были учтены сигналы из школы. На базе всех фактов было принято решение забрать детей у нерадивой матери. Она говорила, что нас заберет. Чуть-чуть подождите, я потом вас заберу. Потом уже много времени прошло. Я у нее спрашивала, спрашивала, и не пришло время. На следующей неделе, через месяц. Ждала. В ожидании Оружан провела 6 лет. Придя к порогу маленькой девочкой, она взрослела и развивалась вдали от той, что официально подписала отказ. В ее жизни без родителей произошло много положительных изменений. Поменяла свой семейный статус и мама. Вдали от трех дочерей, которым когда-то она отказала в любви и заботе, у нее родилось два сына. Живут мальчики с ней. Как ты думаешь, это правильно вообще? У-у-у. Почему? Потому что надо было не рожать двух детей. Лучше добиваться, чтобы нас забрать. Она еще плюс прибавила. Как просто и быстро, мама обнулила счетчик и решила начать жизнь с чистого листа, на котором для нее уже нет счастливых лиц, любящих дочерей. Но наша героиня не согласна. Она все равно мечтает вернуться в семью. Я мечтаю о семье, быть с мамой дома, с сестрами вместе, чтобы они не уходили в колледж, но не выпускались. Со мной были всегда с братиками. Искренне и честно Оружан рассказала о своем прошлом. Для нее это возможность достучаться до матери, которую она любит, несмотря ни на что. Для нас возможность понять. Все, что происходит рядом, касается каждого. Ребенок в детском доме – это уже итог, который возможно предотвратить, если не быть равнодушным и безответственным. Ведь результат казенного статуса не проходит бесследно ни для кого. Оружан удалось принять свое прошлое и, не скрывая ошибок родителей, двигаться дальше. А вот Карину до сих пор душат воспоминания. Девушка не может понять. В том, что случилось, ее вины нет. У моей мамы не было возможности меня воспитывать. Не было места, где бы я проживала. И поэтому я оказалась здесь. Здесь наша героиня шести лет. С неохотой вспоминая свое прошлое, она все-таки прояснила ситуацию. С не было возможности воспитывать. Мама с дочерью жили в доме бабушки. Своего отца Карина не знает. Но точно помнит, как однажды, после очередного скандала, пожилая женщина выставила за дверь родную дочь и маленькую на тот момент Карину. Это было осенью. Мы построили в огороде какой-то шалаш. И там жили, пока нас не увидела милиция. Временной отрезок в памяти не сохранился. И сколько жили мать с дочерью на улице, Карина не помнит. Причиной же такого жестокого поступка бабушки объясняется алкоголем. Женщина была зависимой и поэтому вытворяла, что хотела. О самой маме наша героиня говорить не хочет. Ее ограничили в правах по состоянию здоровья. Я не обижаюсь на свою семью. И я оставила все свои обиды в прошлом. Больше о прошлом мы не говорили. Родители не выбирают. Мудро произнесла Карина и закрыла эту тему. Ей есть чем гордиться сегодня. Вдали от родных девушка смогла стать самостоятельной, уверенной и целеустремленной. Первой моей целью это было выучить английский язык и поехать за границу. Второй целью это поступить в хороший университет, сделать свою карьеру. И мне бы хотелось участвовать в каких-нибудь телепроектах, например, «Голос». Она ко мне пришла ребенком в шестилетнем возрасте. Я знаю, да, она закрытый ребенок, но тем не менее у нее очень богатый внутренний мир. Сейчас она недавно записалась на изо-студию. Вы знаете, через пение она передает свои какие-то эмоциональные, скажем так, переживания, какие-то чувства. Она очень надается музыке, она очень внутренне эмоциональный ребенок. Она может никому-то не показывать, да, застенчивая, да, скромненькая, да, где-то не ответит, да, где-то промолчит, но тем не менее внутри у нее все такая вот борьба, внутри у нее все идет. Она никому не показывает, насколько я знаю. Но она очень добрый ребенок. С ней мы всегда разговариваем на открытые темы. Она, по крайней мере, мне она открыто говорит. Я знаю, она очень любит фантастические фильмы, любит фантастику читать. Очень миролюбивый ребенок, любит животных. Вообще она положительно относится ко всем, но не всем открывается, скажем так. Карина очень талантлива. Музыка для нее не просто увлечение, это возможность раскрыться и свободно выразить свои эмоции. Стоя на сцене, она растворяется в звуках и получает удовольствие. Конечно, ей, как и всем в этих стенах, хочется видеть в зрительном зале маму. Хочется, чтобы была семья. Семья – это очаг. Просто человек не сможет выжить один. Ему нужны близкие люди, с которыми он может поделиться чем-нибудь. Которые… Ну, в общем, это те люди, которые всегда должны быть рядом. Должны, но их нет. Ни с Кариной, ни с Оружан уже долгие годы. Две девочки, две судьбы – один итог. Пустой стул в зрительном зале и рисунок семьи без родителей. Каждая из наших героинь сегодня словно росток, закатанный в асфальте, который все равно находит выход к солнцу. Лишение, разлука и разочарование не сломали главного – желание жить достойно. Через тернии к звездам. Для каждого это свой выбор и своя дорога. Мой день начинается со школы. Потом, после школы я уезжаю на английский язык. После я прихожу на рисование или занимаюсь вокалом. Потом, после всего, ну, то есть всех кружков, у нас идет уборка, водные процедуры, уроки. И все, положились спать. Я танцую, рисую, играю в волейбол и рукоделим. Такая активная ты девочка, да? А как ты все успеваешь? Успеваю. Вечером танцы, днем еще на английский хожу на историю. Ну, вечером хожу на танцы. Утром на ИЗО и, ну, утром я иду в школу вообще, но сейчас я на ИЗО ходила, потому что мы к конкурсу готовились. Чем заниматься в свободное время, девочки решают сами. Им нравится такой плотный график занятий. Отрадно, что здесь, в детском доме, все кружки в доступе. Это намного облегчает выбор ребят. А главное, все тематические направления ведут профессионалы. На выходе из детского дома каждый ребенок получает еще и дополнительный навык, который может пригодиться. Заменить родителей невозможно, но заполнить пустоту и скрасить одиночество ребенка в силах не только работников госучреждений, но и в наших. Для этого существуют программы альтернативного воспитания. Узнать подробно о каждой из них можно в отделах опеки и попечительства. А еще можно воплотить мечты наших героинь. И так выразить свою поддержку. Я участвую во многих конкурсах, концертах. И чтобы выглядеть хорошо, я бы хотела себе профессиональный набор косметики. Ну, чтобы не только голосом завораживать, но и своей внешностью. Я мечтаю стать хореографом. И мечтаю о ноутбуке. Зачем тебе ноутбук? Ну, что в будущем пригодится. Вдруг там песни, слайды какие-нибудь покажутся. Ну, всегда нужен ноутбук, я думаю. Я уверена, что твоя мечта будет услышана, потому что в Астане, да и по всему Казахстану, очень много небезразличных взрослых, которые смотрят нашу программу. Для всех небезразличных взрослых телефон горячей линии на экране. Также есть официальный сайт проекта, где вы сможете найти своего героя, который заслуживает быть услышанным и ждет поддержки. Два года назад Ангелина Дорохова вместе с братом стали жить в детском доме города Тарас. А вот без родителей они остались намного раньше. Более пяти лет их близкие не видят. Как растут, воспитываются, учатся дети. С какой непосредственностью и озорством играют на улице. Любя бросают снежки и полностью отдаются самой прекрасной паре – детству. Детство без родителей. Об этом сегодня расскажет Ангелина. Мы жили хорошо. У нас была очень веселая змея. Мы всегда выходили на прогулки, веселились. Иногда играли по дому. У нас были животные. Благополучная и счастливая семья – папа, мама и дети. Именно эта картинка сейчас перед глазами Ангелины. Но картинка рвется, как только мы продолжаем. Сначала я, когда была дома, у нас, когда умерла мама, нас потом отправили домой к тете. Мы жили по камешковой тете, а потом мы пошли хоронить маму. Похоронили и потом нас отвезли в ЦАН. Семейное гнездо рухнуло ровно в тот момент, когда остановилось сердце матери. Женщина ушла из жизни очень рано. Ей было 33 года. К своим годам она успела родить четверых детей. Младшей была Геля. Что яркого сохранилось у тебя в памяти о жизни с мамой? Самое яркое – это когда я была маленькой, мы справляли Новый год, и мне мама подарила на Новый год мишку. И с того времени я никогда с ним не расстаюсь, так и это моя любимая игрушка. Маленький Мишка стал олицетворением того, что было между матерью и дочерью. Она была доброй, теплой и незабываемой, вспоминает Ангелина. Видимо, мама была стержнем семьи, потому что как только женщина скончалась, отец отдал всех своих детей государству. На тот момент нашлось оправдание. Официально брак зарегистрирован не был. И документально в графе «Отец» стоит прочерк. О решении переезда ребят в детский дом объявила его сестра. Сам мужчина даже не вышел, когда уезжали его дети. Прошли годы, но попыток постановить права и забрать сына с дочерью мужчина даже не предпринимал. Последний раз Ангелина видела его в 2016 году. Ну, я не знаю, может, я его так сильно люблю. Из-за этого я так долго жду его, чтобы он забрал нас. В гостях хорошо, надо молиться. Обратная охота к родителям, чтобы... Ну, вот иногда такое бывает, что в школе родители приходят, защищают своих детей. А оттуда просто воспитатель придет. Ну, охота, чтобы тоже родители приходили. Ангелина ждет того, кто, скорее всего, уже не вернется за ней. Мужчина сделал свой выбор еще шесть лет назад. Но желание быть дома не покидает девочку. Ей очень хочется жить в окружении любящих и заботливых взрослых. У меня это самое ценное для человека, которое нельзя упустить, потерять. Верю я, что все мечты сбываются. 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 Государственные программы на сегодня позволяют подобрать комфортную и удобную форму воспитания и поддержки ребенка. В случае нашей героини это вариант проекта наставники или гостевой семьи. Так у девочки будет дополнительная возможность общения с состоявшимся и цельным наставником, другом, что, безусловно, поможет в будущем. А еще эта форма удобна тем, что девочка по своему желанию останется в привычной для себя обстановке, где она воспитывается и развивается сейчас. Я люблю танцевать. Ну, я люблю и танцевать. Я хожу на компьютерный класс, в театральном участвую иногда. Вот мы недавно хотели... Мы вот в 2016 году играли сказку про цыпленка. Я там была в главной роли. Цыпленок, что ли? Да. Яркая, солнечная и позитивная Ангелина успевает все. И похозяйничать в группе, хорошо учиться в школе, заниматься в кружках по интересам. Особенно наша героиня получает удовольствие от работы в швейной мастерской. Здесь вместе с преподавателем они придумывают, моделируют и шьют танцевальные костюмы. Каждая деталь, орнамент – это результат кропотливого труда и в итоге гордость за проделанную работу. Субтитры создавал DimaTorzok Я мечтаю о планшете. Хочу планшет. Еще, чтобы... Ну, планшет, потому что он мне может в уроках помочь. Там, например, бывает то, что в школе нам дают домашнее задание, и они на доску записывают, а у моих одноклассников телефон, а ты не знаешь, куда сводится, что-нибудь такое. У каждого из нас есть мечта. Мы верим в ее исполнение, потому что чудеса в нашей жизни происходили. Рядом с нашей героиней их нет, но чудо произойдет, потому что ее услышите и решите поддержать вы. Звоните. Телефон горячей линии для вас. Не всегда можно предугадать, осуществится желание наших героев или нет. Все зависит только от вас. Нам же остается только ждать. Но важно помнить, что вместе с нами ждет и герой, который поделился своими переживаниями и на всю страну рассказал о своей истории. Поэтому, если у вас возникло желание поддержать, сразу звоните и не откладывайте на потом по телефону горячей линии или заходите на наш персональный сайт мечты.тв. А в завершении еще раз напомним, о чем мечтали ребята из Казаларды. Возможно, среди них есть ваш герой. Я верю, что мечты сбываются. Я сейчас очень сильно мечтаю о профессиональном наборе пейзажистов. Я мечтаю, чтобы у меня был телефон, потому что у меня уже старенький и экран сломанный. Редактор субтитров А.Семкин